Мир всем! Друзья, на дворе сентябрь и этот год выдался грибным и яблочным в том числе. Такое невероятное количество грибов, ну я здесь 6 лет живу, а вообще до этого приезжали раньше, с самого основания этой деревни, ну просто не помню. Вот и даже, ладно я, а старожилы, которые говорят, что прям никогда такого не было, на полях эти шампиньоны растут, мы сколько-то пособирали, заморозили, засушили, то есть и все. То есть я уже, ну как бы все говорю, за всеми не угонишься, вот уже просто они растут, проходишь мимо, ну просто их уже как бы не то чтобы девать некуда, может быть заниматься надо этим, просто тоже времени нету, некогда. Их нужно собирать, перерабатывать куда-то, не просто взять там их и выкинуть. Но есть еще одни грибы опята, вот и уже, ну многие люди говорят, вот я видел сам в лесу, появились опята, вот и мы поедем на охоту за опятами, такая называется тихая охота, посмотрим, как говорится, что нам даст Бог в этот раз. Вот мы были уже случаи, когда мы собирали много их, этих опят, вот потом где-то года два их не было из-за засухи. В этом году сейчас посмотрим, поедем разведываем наши места, если не там, ну возьмем все с собой, вот, самое главное ножичек не забыть, всякие мешки там, ведра, все это взяли. Все, сейчас молимся три поклона и уезжаем. Вот видно, по бокам поля уже убрали, не знаю, пшеница, может быть, ячмень росла. А деревья еще не совсем золотом покрылись, потому что листья желтеют обычно от холодов, ну вот холода только-только начали, то есть, ну вот, ночные. Минусы еще вроде не было, хотя может быть местами где-то было, не знаю, ну вот видно там березы, это поля, они только-только, вот, собственно, я люблю эту порозовую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Три мешка, по-моему, это на всякий случай, посмотрим, я даже не знаю, но мало ли, потому что все говорят, что опять что-то в этом году очень много, мешки куда-нибудь положим, я не знаю, какие места, будем собирать ведра, складывать мешки, я потом уже выполняю, все, беру все ведра. Ну нет, это какие-то эти, так мы в детстве так делали, ого, ничего себе, это как-то дедушкин табак что ли, или как это называется, короче, разбомбился, но это не опять, идем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, да и ничего себе, это глибочки. Люблю эту охоту, ни в кого стрелять не надо. Ну вот желательно, конечно, как это дело говорит, прикрывать. Вот те грибы, которые, да, по-моему, вот эти ложные, которые я не уверен, лучше их не брать. А вот там настоящие грибы. Вот тут такая заросль, я говорю, как вышла, в сказке, хрущоба такая. Вот на такой пенек, но я думаю, что это не последний. Это, знаете, как называется, подоить грибы. Вот так ставишь ведро и начинаешь доить, чтобы ни один грибочек не пропал. Грибы, слава богу, не замерзшие, не там какие-то, хотя есть уже в некоторых местах такие, знаете, этот, ну, плесневелые такие вот уже, уже засохшие. Видать, ну, видать, это ранние были. Вот те, которые мы, к сожалению, не смогли, не увидели сразу. Вот, ну, слава тебе, господи. Так что, думаю, что я мешки взял не зря. Вот, потом, конечно, посмотрим, хватит нам вообще мешков этих или нет. Вот еще никак отойти не могу от этого пенька. Большое ведро, 15-литровое, уже практически полное. Вот даже вот такие грибочки. Грибы делать такое, зимой покушать, самое главное, кого-то угостить. Даже не знаешь, с какой стороны подлезть, а там так красиво растет. Сейчас все собирать буду, чтобы попадал. Да, слава тебе, господи, надо же только... Вот это улов. И уже, говорит, не могли вытащить сети из-за множества рыбы. Так что даже у них сеть прерывалась. я здесь все собрал надо посмотреть кстати вообще поблизости есть чтобы потом дальше идти вот они еще так что тут пока что ходить далеко не придется пока все кружимся на одном пыточке запах от них просто невероятный интересно это вот не искусственно выращенный да там где-то на фермах ну и вообще от опят шампиньоны пахнут вкусно там белый гриб по-своему опята тоже не по-своему так пахнет чувствует такой запах прям невероятно чувствуется жаль не могу передать его и Дальше Поехали мы домой. Торопимся, потому что по времени опаздываем. У нас ребятишки оставались там по времени. Ну, в общем, слава Богу. Два мешочка-то мы насобирали. Ну, это так. Вот тут можно посмотреть. Два мешочки и там еще сумочка. Это просто потому, что у нас закончилось время. Можно было больше. Ну, слава тебе, Господи. Все. Наши надежды оправдались. Этот год однозначно грибной. Так что, дай Бог, теперь дать ума вот этому делу. Вот теперь такая работа. Осталось перебрать. Но я что перебираю? Я помельче. Хотим замариновать. А все, что покрупнее, мы засушим. Сейчас погода хорошая, жаркая. Что-то тут крупные не нравится мне. Вот. А то, что помельче, значит, ну, как бы их вроде как и кушать удобнее будет. Вот. И не стыдно будет кому-нибудь угостить. Мне нравится, чтобы они такие красивенькие были. Пока этого достаточно. Для того, чтобы переработать это. Дать этому ума. Ну, все. До новых встреч в новом видео. Всего доброго. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Субтитры сделал DimaTorzok